Добрый день! Мы находимся на саммите разработчиков электронных курсов и беседуем с руководителем проекта Альфа-Банка Петром Климовым. Петр, здравствуйте! Добрый день! Добрый! Петр, два вопроса к вам. Вопрос, наверное, один. Как вы попали в Елёнинг? Ну, в Елёнинг я пришел из классического обучения. Я устраивался на кафедру одного вуза, Академии госслужбы, скажем так, методистом. Методистом, помогающим преподавателям в классической педагогике. Потом увлекся электронными технологиями обучения, работал в свое время с разными системами электронного обучения. В итоге увлекся этим направлением и стал уже специализироваться в области электронных, скажем так. Вы из образования пришли в бизнес? Да, в какой-то момент я понял, что обучение в академическом секторе не настолько меня драйвит, насколько бизнес обучение. Я понял, что я хочу попробовать себя в корпоративном обучении. На данный момент являюсь руководителем проектов в крупнейшем частном российском банке ОАЛЬФА БАНК и занимаюсь внедрением и поддержкой различных дистанционных образовательных технологий. Петр, вопрос философский, второй вопрос, он вытекает абсолютно из первого. Вы сейчас из одной точки попали в другую, вы сейчас находитесь здесь. Поразмышляйте, пофантазируйте, куда растут из этой точки специалисты и ленинг, и куда вообще они растут? Моя точка зрения, то, что специалист в области ленинг, это сейчас никто не готовит на самом деле полноценного специалиста по ленингу, и это человек, который должен обладать знаниями по широкому спектру вопросов. Это юзабилити дизайн, это качественные иллюстрации, инфографика, программирование, отчасти системное программирование, связанное с администрированием LMS-системы. По хорошему счету еще project management для внедрения и поддержки, обучения в компании, особенно в крупной компании, без project management никуда. И поэтому это такой, скажем так, универсальный боец, который должен хотя бы по чуть-чуть, но знать в разных областях. Это идеальная картинка, конечно, модель, которой в жизни не бывает, но главным трендом все-таки я бы видел специалисты ленинг, это юзабилити. То есть все-таки вход в юзабилити, педагогическая эффективность, применение наиболее эффективных методов в блендинг-обучении смешанных. То есть не тратить время зря на какую-то ерунду, переконвертацию просто тупо учебных материалов из PowerPoint во Flash, а задуматься о том, какие исходные материалы вообще нам нужны и как их лучше использовать. А форма уже придет потом. Хочется пожелать в заключение встретиться через год или, может быть, через два, чтобы вы посмотрели себя на видео и сказали, согласны ли вы с собой годишней давности или нет. Хорошо. Приятно будет увидеться через год. Спасибо. До встречи через год. Спасибо. Спасибо.